И здравствуй, тюб! С вами Зигзахэш и вы смотрите 12 серию похождений на ломтики у двух веселых магов. У меня здесь такая вот красивая дыра, потому что текущая версия Малисис Дорс, к сожалению, крашит клиента, когда я пытаюсь войти в Чанг, где у меня есть вот этот вот замечательный люк. Ну ладно, вроде как уже есть обновление, оно вышло буквально 3 часа назад, и я думаю, что к следующему обновлению сборки ломтика уже мы пофиксим эту багу. Поэтому пока что пусть у меня здесь, конечно, будет дыра в моем огороде. И вот сюда я положил свой Rusty Hatch, свой люк. Вот. И да, собственно, для тех из вас, кто не понял, я же специально при монтаже добавил большую, такую красивую, которую нельзя не заметить, надпись о том, что да, я увидел, что это из-за Faithful. Ну ладно, теперь я это более-менее вижу, я думаю, что мне этого хватит как раз на то, чтобы себе сделать молот, а там посмотрим. И да, спасибо вам большое за то, что вы мне сказали, что можно использовать не только железо для производства, как его там называют-то, Tool Forge, но согласитесь, то, что использовать 4 блока какого-либо другого металла, который там предложен, это уж слишком. Если мы с вами посмотрим Маниай, по-русски, Tool Forge, ну, золото, алмазы, ну, вы издеваетесь, что ли, изумруды, отлично, кобальт, ордит, манилин. Кстати, а может быть вот это была бронза? Ну, это была бронза, не бронза, это был копер, это была медь. А вот, кстати, ладно. Тогда беру свои слова назад, если честно, я думаю, что там используются только дорогие металлы. Я был уверен, что нельзя использовать такую вот дешевую вещь, как копер. Ну, тем лучше. Так, еще мне нужно 3 середбрика и свой Tool Station. Середбрики, кстати, интересно, у меня вроде как оставались в некотором количестве. Да, есть, и у меня еще... А, это была Странис. Это не то. Как раз на 3 мне должно хватить. Аккуратненько. Давайте заберем отсюда наш Tool Station. Вот он. И где-нибудь топорик найти. Корвин вам передает привет. И нет, Корвин это невоображаемый друг. Это мой кот. Если вы вдруг не смотрели мои предыдущие серии. Он еще совсем котенок, поэтому он мявкает, плакает. Так что на записи у меня теперь периодически такие вот мявки возникают. Так, есть у нас с вами Tool Station. Tool Forge. И здесь нету части текстур. Но главное, что здесь есть текстура молота. Здесь, скорее всего, будут всякие новые луки, арбалеты и все прочее. Мне придется еще поиграться с текстурпаком. Возможно, я оттуда уберу поддержку Tinkers Construct вообще. Так, и нужны мне вот такие вот штукенции. Единственное, что, опять же, из-за того, что у нас здесь нету ретро-джена, я не могу себе сделать какой-нибудь более или менее нормальный металл под это дело использовать. Но я решил проверить одну вещь. Кажется, вот эта вот у нас книжка. Что, если мы с вами посмотрим... А, нет, здесь как делать? Плавильню. Значит, нам нужна с вами другая книжка. Вот эта. Я хочу посмотреть, какими свойствами обладает сталь. Вы не поверите? Учитывая то, что я ее делал, ну, чего уж нет. Так, сталь, 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 сталь. Обсидиана, люмит, гринслайм. Хотя здесь нету, на самом деле, игуана Twix for Tinker's Construct, поэтому можно будет использовать какие-нибудь компоненты вроде кактуса или бумаги для частей. Так, Handle Modifier 1.3. Так себе. Мне бы, конечно, его из Cobalt сделать. Ну, ладно. Так, Mining Speed 10. Ну, неплохо. У Cobalt Mining Speed 14. Ardite 8. Что у нас тут есть еще? 4, 8, 4, 7, 5, 5, 6. Да, по Mining Speed, в принципе, наверное, это не самый плохой выбор. Конечно, это не Cobalt. И, а, это даже лучше, чем Monylin. Все отлично. Останавливаюсь на стале, по крайней мере, в качестве степени копания. И более того, у него уровень компания Cobalt. То есть, я сразу смогу копать и его тоже. Ardite, кажется, выше, чем Cobalt, или Cobalt выше, чем Ardite, я не помню. Но, по-моему, Cobalt это максимальный, как раз, который мы можем с вами получить металл. Атака 2 сердца. Это фикситум. Trade у него Reinforced. То есть, в любом случае, мне нужно сделать 3 компонента из него. А вот из чего делать Tool Binding там нет, из чего делать ручку. Tool Rode у нас влияет, насколько я помню, на Handle Modifier. 1,3 есть у нас, Monylin 2,5. Cobalt Ardite. Нет, видимо, Ardite последний металл. Blue Slime. Handle Modifier 2X. В принципе, неплохо, только где же мне его взять? Для этого нужно найти синих слаймов, у меня его нет. Green Slime. Как делается Green Slime? 1,5X. Green Slime. Понятно. Green Slime это тоже... А, нет, это что-то из обычной, видимо, слизи. Как нам делать Green Slime? Где бы это посмотреть? Смогу ли я это сделать здесь? Green Slime, Green Slime, Green Slime. Слаймовый кристалл мне нужен. Slime Crystal. Который делается при помощи пережарки Slime Mud. Так, ну я думаю, что я смогу себе сделать такую штуку. Ну вот, наверное, на то мы порешим. Значит, в итоге мне нужно много стали. Но, возможно, у меня она уже есть. Как вы помните, я ее готовил. Что у нас здесь? 4 блока стали уже есть. Я думаю, что мне этого хватит. И вот это нужно положить сюда. Кстати, блин, у меня есть было железо. Если что. Еще достаточно приличное количество блоков. Так, и минус второй уровень. Давайте начнем плавить сталь. Насколько я помню, эти штуки все по 8. У них Material Cost. Значит, 8 плюс 8 плюс 8. 3х8 24 мне нужно. 24 на 9 не делится, но 3х9 27. Так что давайте вот это все дело и расплавим. 3 блока стали, пожалуйста. Здесь нету Tinker Steelworks, поэтому единственный способ получить стали это Railcraft. Ну и ладно, я не очень по этому поводу переживаю. Блок стали положим сюда. Железо положим сюда. Это положим сюда. Так, теперь кактусы. Мне нужно 4 стали. Значит, мне нужно 4 кактуса. Для того, чтобы сделать зеленый слаймовый кристалл. Ну, мана набралась. Или это кто-то из магов принес, интересно. А может и набралась действительно. Я здесь столько времени на самом деле провел за кадром в свое время, что вполне могу и набраться. Так, теперь мне нужен 1 песок и 1 что-то еще. 1 земля, 1 песок. 1 земля. Почему 2? 1 земля. А! Так, песок у меня кажется где-то был еще здесь. Я помню, что я его автоматически произвожу. Да, проще сходить сюда. Согласен. 1 песок. Надо верстак поставить в другое место. Ну, в смысле еще 1. Так, слайми мад. Мы это дело пережариваем. И получаем зелененький кристалльчик. Слайм кристалл. Его мы используем для ручки. А, кстати, не поспешил я. Здесь же ручка кажется толстая должна быть. Да, это 3. Мне нужно сделать себе еще 2 слайма мада. Ладно, я думаю, у меня есть кактусы. Еще 8 штук. И нужно еще 2 земли. И 2 песочка. Пойдемте это дело еще раз. Переалхимичим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сделаем себе еще слайм мад. И сюда тебя. Так, и мне нужно будет приличное количество, скажем, кабла. Но это все дело у меня есть внизу. Потому что сейчас мне сначала нужно сделать, естественно, формочки. Кабла. Возьму стек. Так. Мне нужна вот такая штука. Мне нужно молотище. Как интересно выглядит это самое молотище. Наверное, вот оно. И мне нужен тафтулрод. Это меч. Вот, наверное, тафтулрод. Да, как-то так. Теперь из этого дела нужно сделать сначала компонентики. Вот здесь мне не хватает игуана-тфикс. Ну, ничего страшного. Одну такую штуку, одну такую штуку. Теперь мне нужно сделать также такую штуку для вот этой фигувины. Какой я красноречивый. Прямо сам себя боюсь. И сюда скинуть эти штуки. Привет, корвин. Чего ты здесь пищишь? Теперь из этого нужно сделать формочки. Золото у нас есть. Кстати, сталь пока расплавилась. Формочка для молотища. Эх, надо сюда поставить мусорку. Я совсем забыл то, что нам игуана-тфикс предоставлял еще и уничтожение вот этих вот никому не нужных частей при плавильне. Надо, на самом деле, мне кажется, сказать Бонне о том, чтобы он добавил это дело как ванила. Потому что, по-моему, никому не нужны вот эти вот непонятные части, которые используются для заготовок. Да что ты плачешь, маленький? И куда-то делось все мое золото. Как интересно, у меня есть было четыре. Значит, нужно еще два золота, судя по всему. С каких-то пор у нас стало использоваться по два куска золота на приготовление таких штук. Так, и зря я вот эту штуку делал. Хотя, на самом деле, может быть, не зря. Может быть, я потом ее для чего-нибудь использую. Но в любом случае, сейчас мне это не сильно важно. У нас есть вот такие вещи. И нам нужно сделать две вот таких. Как раз из стали. Стали у нас внизу. Раз. Наливайся. Кстати, у меня еще плохо с редстоуном. Я бы еще, конечно, ускорил свой молот. Сделать тоже, что ли, Magical Crop. И еще один, пожалуйста. Иди сюда. Наливайся. О, Вайла подсказывает, оказывается. Я что-то никогда не обращал внимания о том, что в Вайле написано, сколько у нас уже используется и сколько еще будет использоваться для того, чтобы сделать из формы что-то более человеческое. Так, это был последний на восемь. И у нас там наверняка еще осталась сталь, которую можно, в принципе, перевести в... Как его называют? Забыл. Ладно. В слидки. Давайте еще сделаем вот такую штуку из слизи. Отлично. Зелененькая, симпатичненькая. У меня будет нестандартный молот. Обычно он у меня сразу кобальтовый. Ну, а тут будет некое разнообразие. Так, назовем его, как обычно, Stone Eater. Слайми. И получился ты у нас... Фиг тебя знает, какой по дьюрабилити. Reinforce 2, слайми. Это, конечно, все хорошо. Кстати, а вот я молодец, и не посмотрел, что мне дает слайми. Сейчас выяснится, что дает какую-нибудь фигню. Будет обидно. Гринслайм. Слайми. Круто. Я не помню, что дает слайми. Давайте попробуем что-нибудь выкопать. Силктачи нет никакого. Да нет, вроде все в порядке. Копает. Причем не сказать, чтобы очень медленно. Ой, проводочек. Привет. Ну, в принципе, я бы сказал, что меня устраивает такой молоточек. Давайте очистим половиню. Три слитка таких, два слитка таких. Сначала сделаем тогда себе. Форму для вот этой штуки. И остальное все переведем в слитки. Будут у меня еще и слитки стальные. Так, а это можно вполне себе поместить сюда. Так, давайте по ходу дела себе сделаем мусорницу. То я совершенно точно забуду об этом. Так, на мусорницу мне нужно три обычных камня, пять каблы и сундук, если мне память не изменяет. Откуда у меня в голове этот рецепт, не спрашивайте. Понятия не имею. Я еще могу и оказаться неправ, к тому же. Нет, я оказался прав. Сам себе удивляюсь. Правда, взял почему-то два гладких камня вместо трех. Мусорничка. Поставим мусорничку. Не знаю, да вот сюда можем поставить мусорничку. Теперь вот эту фигню туда успешно вылить. Вылить. Выбросить. В мусорничку не выливают. Хотя, наверное, некоторые выливают. От определенной личности. Не очень хорошие. Так что, все пустая плавильня. Пустая плавильня. Выбрасывайся. Так, сталь у нас имеется. Молот у нас имеется. С редстоуном у нас беда. Совсем-совсем беда. Что же делать? Ну, ладно. Давайте, наверное, на некоторое время уйду в страну за кадрюю. И выкопаю себе помещение, которое у меня будет предназначаться для маленького-маленького спаунера. Я, на самом деле, даже пока не знаю, куда мне его лучше поместить. Потому что вот здесь будет помещение для Blackmagic. Может быть, под Тамкрафтом? Может быть, под зачаровальнее от Тамкрафта? Давайте так сделаю. Это займет какое-то время. Но в итоге мы с вами увидимся. Итак, что я, собственно, себе выкопал? Я выкопал себе помещение для спауна. Как я уже говорил, это будет не такой большой спаунер, как для ритуала. Это будет странный маленький спаунер с могилками из Грейвстоуна. То есть здесь просто будут спауниться мобы. Но я хочу все-таки сначала попробовать сделать систему их автоубивания. Я надеюсь, что у меня это получится. Если не получится, ну, будем делать что-то другое. Я, на самом деле, плохо помню, как работает Killer Joe. Это та штука, которую я себе могу сейчас, в принципе, попробовать сделать. Мне нужен Фрэнкл Зомби. Для этого нужна совершенно любая Solvile. А, для этого нужна не любая Solvile. Solvile зомби. И Z-Logic контроллер, для которой, в принципе, нужен Slice & Splice. Но прежде чем приступить к Killer Joe, нужно здесь немножко поработать. Вот над этой комнатой. Мне нужно себе сделать вентиляторы, для того, чтобы все мобы, которые здесь будут спауниться, сгонялись в одно место. В принципе, я посчитал, что мне нужно 11 вентиляторов, и у меня уже даже здесь все готово. 11 штук. Превосходно замечательно. Давайте же их поставим. Здесь вот у меня такой сервисный туннель для доступа к спаунеру. И я зря вот это дело замонтировал, потому что мне все-таки нужно спаунить, господи, спаунить, ставить вентиляторы вот таким образом. Насколько я помню, они работают через блок, поэтому, надеюсь, что никаких проблем у меня с этим не возникнет. Кстати, у меня с собой нет ни одного рычага или вообще рацион сигнала. Ладно, давайте тогда сначала их расставим, а потом будем думать, к чему возьму их подключить. Хотя, конечно, хотелось бы проверить, будут ли они работать, поэтому давайте-ка все-таки сбегаем наверх, возьмем себе либо рычаг, либо палочек. Ой-ой-ой, перебор. Так, не знаю, где у меня рычаги, проще сделать новые. К тому же они всегда нужны. Возьму штук пять. Пусть чай будут. Вот опять же отсутствие Project Red немножко накладывает ограничения, но, не знаю, посмотрим. Видимо, придется воспользоваться базовым Redstone, хотя можно воспользоваться Redstone кондуитом из Android. Так, ты работаешь, типа? Ты работаешь, и ты меня тащишь до серединки, даже немножко больше. То, что нужно. Замечательно, значит, радиуса такого хватает. Они, правда, не очень шустро работают, но я думаю, что мы же никуда не спешим. На самый крайний случай я, конечно, смогу все то, что здесь заспаунивается, убивать вручную. Но мне бы все-таки не хотелось этого делать. Я сначала думал сделать здесь спаунер из Ender.io вместо спаунеров из Gravestone. Но это немножко получится расточительно. Дело в том, что спаунер требует голову Крипера. Так, ну, ладно, Soul Binder. Если мы посмотрим на рецепт этой штуки, которая позволяет привязывать спаунера. Мне требуется голова Крипера и голова Эндермена. У меня есть голова скелета и голова зомби, но вот этих вот ребят у меня нет. И, боюсь, у магов тоже нет. Ну, если что, я, конечно, попробую их выторговать. Но я сильно сомневаюсь, что у меня это дело получится. Поэтому будет сейчас хоть какой-нибудь спаун, а там мы решим, чё и как. Так, давайте сделаем себе неизолированный кондуит. Кстати, мрак. Если ты смотришь эту серию, то изолированный кондуит от неизолированного отличается тем, каким образом он передаёт редстоун сигнал. Редстоун кондуит. Изолированный передаёт только к тем блокам, к которым он цепляется, а неизолированный передаёт во все стороны, как будто, не знаю, вакел или там рычаг. Так, мне нужно силикон и редстоун. Силикон 22 штуки. Уху! Давайте сделаем 9. Хотя, наверное, нет, нормально. И 9 редстоуна. Как раз один блок, я себе могу это позволить. Переключим печку в режим Alloys. И давай. Я на самом деле что-то так подумал, что, наверное, я оставлю на этом этаже вот эту вот маленькую системку. Вдруг мне что-нибудь такое вот понадобится, приезжает ручками. Для того, чтобы не носиться в процессинговую в будущую, которая у меня будет на минуту в втором этаже, я думаю, что это вполне себе оправдано. И мне, кстати, для него больше ничего не нужно. Давай, только делайся немножко побыстрее штуковина. Что ж такая тормознутая-то? У тебя же даже апгрейд стоит. Сюда, что ли, тоже октатик поставить? Ну, из трех я получу 8, насколько я помню. Этого маловато. Маловато будет. Кстати, да, под Новый год актуальная фраза. Ихи-хи-хи-хи. Давайте, что ли, пока рассую по сундукам. Всякое то, что там набрал, пока копал. Уже часть рассувал. Еще столько же осталось. Ну, еще один. Я думаю, 16 мне на первое время должно хватить. Давай! Ать! 16! Так, у нас есть рычаг. Пойдемте попробуем это дело поставить. Да, наверное, прямо вот так мы это дело и поведем. И вот на эти вентиляторы главное, чтобы хватило. Не хватило. Нужно больше. Теперь, если я вот здесь поставлю Redstone сигнал, по идее, у нас здесь все должно заработать. Вентиляторы эти должны закрутиться. И меня в итоге должно переместить. Ну, пока что не в центр, потому что вот тот вентилятор не подключен. Ну, ближе сюда. Давайте таран. Давайте я закатом дотестиваю остальные кондуиты. И приступлю к крафту Killer Joe. И вроде как, теперь-то у нас готово все. Вот таким вот я неаккуратным способом провел кабель. Ну и ладно. У меня здесь даже, скорее всего... Кстати, ой, зачем я выключил? Скорее всего, вот этот вот вход я отсюда уберу. Может быть, здесь и не будет никакого входа вообще. Но, по крайней мере, теперь меня дошло где-то... Почему меня не тащат вперед? Отсюда тащит. Отсюда не тащит. Это нехорошая новость. Блин, вентиляторы не работают на такую дальность. Придется сокращать немножко комнату в длину. Жаль. Так, давайте проверим. Раз. Это... Ну, ладно, не будем считать. Раз. Блок, на котором я стою. Два. Три. Четыре. Блин, надо тот вентилятор отключить, потому что сейчас я окажусь аккурат посередине. Пять. Как-то это обидно. Давайте вот отсюда уберем. Тогда я выключу все, ну и... А, я могу их... Нет, не могу их просто выключить. Придется убирать вот этот вентилятор. Где мой ключик? Насколько блоков работают вентиляторы, на самом деле забыл. Реально забыл. Так, еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, семь уже с натягом, хотя работает. В общем-то, восемь блоков у нас получается. Значит, у меня здесь... Так, я делился на семь. Восемь, девять. Значит, здесь нужно ставить раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот до суда. То есть нужно немножко передвинуть комнату. Ладно, передвигать комнату я буду немножко позже. Пока что давайте сделаем себе все-таки slice and splice, потому что, насколько я помню, тоже не самая быстрая машинка. У меня, в принципе, почти для нее все готово. У меня есть вот такая штука. Мне нужна голова чья-нибудь. У меня есть три зомби и два скелета. Да все, возьму скелетовую. Скелетов я люблю почему-то больше, чем зомби. Так, и вот такие вот прибамбасы. Прибамбас раз. Прибамбас два. Прибамбас три. Эй, не павочка. Вот такая фигня. И солариум. Slice and splice, который тоже требует энергию. Которую вот уже теперь точно совершенно можно поставить в обработочную. В процессинговую. Чуть бы его не сказал в пыточную. Нет, это не пыточная. Разве что для меня. Ох ты, у меня есть обычный, оказывается, кабель. Ну и пофиг. Энергии же ты много не кушаешь. Ну, как сказать, 100 тысяч без апгрейдов. Ой, мне нужны еще одни. Еще один комплект инструментов. Хватит у меня такого количества железа. Хватит. А вот палочек нету. Палочки две нужно. Блин, я использую эти дурацкие верстаки теперь как сундуки. Надо что-то с этим делать. Это неправильно. Так, киллер Джо. Что тут у тебя в рецепте? Так, глава зомби, два солариума, один редстоун. Два солариума есть, один редстоун. Глава зомби. Один редстоун. Соляриум. Все что ли? Редстоун. А, два силикона. Который кремний. Так. Башка зомби. Ножницы. Топорики. Два силикона. Редстоун. Два солариума. Пошел процесс. Пока он идет, давайте займемся крафтом... Ой, не говорите, что солбайндера. Ёшкин-матрешкин. Логично. Забыл, забыл, что мне для этого тоже нужен этот дурацкий солбайндер. Так, понятно. Значит, мы с вами убивать пока что всех будем ручками. Своими собственными, кстати, по этому поводу надо бы себе сделать какой-нибудь специальный другой меч. Так, и вот здесь, вот это я еще хочу, чтобы у меня было покрыто темным стеклом. Как у нас там делается Dark Glass из Extra Utilities, я опять забываю. Ага, Blackout Curtains и толстое стекло. Ух ты! Ладно. Давайте тогда сделаем сейчас еще себе вот это вот темное стекло, которое на самом деле от обычного стекла отличается только тем, что оно не пропускает свет. Кстати, нужно куча шерсти. Шесть штук. Насколько я помню, этот рецепт у нас в списке первый. Да, я получу Curtains. Так, теперь нужно стекло и песочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не помню, сколько там нужно. Как я люблю, когда система автоматически восполняет мне песочек и стеклышко. Обожаю. Это надо обжарить, насколько я помню, только в режиме Furnace. Жарься. И кроме того, мне понадобится... А, все, остальное у меня все есть. На пять стекол мне понадобятся вот такие штуки. Значит, в итоге мне нужно восемь вот таких занавесок. Часть можно убрать. Стекло уже шесть, надо десять. О, уже девять. Давай еще одну. Там даже не одна получится, а побольше получится. Ну, его тоже, потому что что-нибудь можно использовать. Вдруг или кому-то из других игроков понадобится. А у меня есть. Таким вот образом поставим здесь темное стекло. Сейчас, правда, в нем смысла большого нету. Но я думаю, что... Как нам лучше сделать? Вот здесь будет появляться моб. Мне не надо, чтобы он меня трогал. Буду я его бить по ногам. Пока у нас нет киллер-джо. Потом вот сюда поставится киллер-джо. А я его бить буду вот отсюда. Бадым-бадым-бадым. Так, ладненько. Теперь я ушел за кадр переносить... Точнее, сужать вот эту вот комнату. И YouTube я прибываю аккурат в необходимое место. При помощи вентиляторов. Если встать точно по центру, я даже немножко дальше прохожу. Я, естественно, не закончил антураж комнаты. Это все, как обычно, будет в стороне за кадре. А вот этого нам с вами, по идее, должно хватить. Теперь что? Давайте попробуем туда поставить... Во-первых, я отключу вентиляторы. Чтобы меня не сносило. И давайте попробуем сюда поставить могилки. Освещение здесь, естественно, тоже будет контролироваться извне. При помощи специального рычага. Как-то странно себя ведут факелы. Здесь, на этой сборке. Из микроблоков. Ну, не знаю. Возможно, просто мое воображение. И наделаем мы здесь могил. Не понял, почему я их не могу сюда поставить. Что, нужны другие могилы? Вы не вешаетесь там никак, нет? Или с этими могилами уже ничего сделать нельзя, и я зря их собирал. Давайте возьмем вот такие. Ну, и можно и вот такие тоже. Даже вот такой можно. И даже крест можно. Это будет обидно. Я, на самом деле, с грейпстоун, с модом не играл уже очень-очень давно. И я, когда последний раз с ним игрался, он еще не позволял делать такие вещи, как спаунить кого-то из могил. Есть мое ощущение, что я не могу сюда поставить ничегошеньки. А нафига же я их храню-то? Дайте-ка мне секунду. Итак, YouTube. Могилы, похоже, теперь чисто декоративные. Правда, тут в грейпстоуне после обновления появилось много всяких разных штукенций. Есть и такие вот... Кандалы, не кандалы, не знаю, как это назвать. Здесь есть и столбы для сожжения, есть и виселицы. Много всего интересного. Но то, что нам нужно, это вот эти спаунеры. Их три вида. Есть со скелетом, есть с зомби, есть с визером. Ну, с визером, понятное дело, нету. У меня было все плохо с черепами, поэтому я попросил мрака одолжить мне немножко таких вот штук. Делаются они при помощи черепа и свечки. Свечка делается, кстати, вот так. И мне сейчас их нужно будет себе сделать в количестве пять. Потому что я у него одолжил пять уже готовых таких штук. И еще пять мне нужно будет сделать самостоятельно. Четыре, пять. И... Боунмилл. Пять. Давайте попробуем сделать эту фиговину. Возможно, я там, конечно, сейчас опять что-то не увидел в рецепте. И буду по этому поводу страдать. Выяснится, что там сейчас нужна какая-нибудь звезда Незер или еще что-нибудь. Бывает же. Свечки. И... Штуковины. Что нужно дальше? А, три Боунмила. Значит, шесть Боунмила. И два глаза. И шесть Боунмила. Будем, значит, производить скелетов. Что поделаешь. Надеюсь, что спаунера хотя бы поставить можно. А то вдруг они не так работают, как я думаю. Это будет обидно. Спаунер. Раз. У-у-у. Спаунер. Два. Так, прикольно. И-и-и-и-и. Уже какая-то фигня вылезла. Это скелет котика. Корвин, смотри, тут скелет котика. Да что такое? Почему отсюда лезут только скелеты котика? Причем, которые хотят меня сожрать очень сильно и очень больно. Они же пролезают в один на один. Я думаю, эти штуки будут скелетов спаунить. Они что, будут только котиков спаунить? Мне не очень нравится. М. Так, грусть, тоска. Пусть спаунится пока. Потом вернусь, посмотрю, что есть такое. Хотя, скорее всего, конечно, они работают только в случае, если игрок рядом. Ладно. Мне нужно себе сделать еще одну вещь. Вот только вопрос, куда? Вообще, в принципе, для чего я все это дело затеял? Как, наверное, я сказал в начале серии, если вы помните. Я себе хочу сделать карьер. А на то, чтобы себе сделать карьер. Эндерквори. Мне нужно себе сделать эндеркор. А эндеркор делается при помощи Мэджикл Вуд. Мэджикл Вуд нам требует книжек зачарования. Соответственно, мне придется много чаровать. Сочарование у меня сейчас 37 уровней. Я себе хочу набить опыт. Вот, собственно, ради всего этого я и затеял. Поэтому давайте, наверное, себе сделаем экспи-дрейн. Делается он вот так вот, нехитрым образом. У меня совершенно точно нет такого количества железных решеток. Так, и мне еще понадобится что-нибудь, где это дело хранить. В принципе, конечно, можно было бы сделать еще одну цистену из Рейлкрафта. Но я для этого сделаю обычный драм. Хотя, блин, какой он дорогой. В плане железа. Просто ужасно. Колдорн это 7. Плюс 6, 13. 14, 15, 16, 17. Мне нужно. Ладно, потом пойдем собирать урожай, значит. Делаем себе котелек. Делаем себе две вот таких штукенции. И делаем себе драм. Отлично. Будет у меня драм с жидким опытом. Хотя, погодите-ка. Странная идея. Мне же придется этот опыт каким-то образом оттуда вынимать. Сначала сделал, потом подумал. Ладно, драм используем для чего-нибудь другого. Я его даже пока куда-нибудь приткнул. Пусть он стоит как декорация. О! Отлично. Нужно сделать обычный тенк из Open Blocks. Потому что из него я смогу пить. Этот самый жидкий опыт. И там еще нужно было стекло. Возьмем немножко стекла. И вернем половину назад, пока успеем это сделать. Пока там не нагенерировалось новое. Насколько я помню, там требуется Глаз Пейны. И обсидиан. Тенк. Из Open Blocks. Да. Получаем два. Давайте, наверное, сделаем себе еще два. Еще четыре обсидиана нужно. И еще два тенка. Так. Это добро можно куда-нибудь вот сюда положить. Пусть я себе лежит. Так. Теперь вопрос, куда все это дело засовывать. В принципе, у меня сверху есть чаровальня. Здесь будет спаузер, да? В котором нифига не спаузнится. Можно, в принципе, прямо куда-нибудь сюда его подвезти. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы это было... Ой. Здесь же будут стены, замененные вот на эти блоки. Давайте вот здесь сделаем. Ай. А, здесь сервисная комната. Блин, сервисная комната будет просвечивать. Опять некрасиво. Я слышу, что там что-то... О, скелетик. Ура. Обычный скелетик заспавнился. Такие штуки у меня тоже есть. Блин, куда же поставить... Во. Вот сюда. Тут как раз не планируется никакой комнаты. Давайте сделаем тогда следующим макаром. Вот здесь у нас будет с вами стоять решетка. Под ней будет стоять тенк. Сюда я буду скидывать свой опыт. Он уже должен, по идее, начать туда поступать. Почему он этого не сделал? О. Это были небольшие лаги. И дальше я этот опыт буду передавать при помощи каких-нибудь флойд-кондулитов в цистерну. Давайте сделаем как-нибудь вот так, наверное. Чтобы было посимпатичнее. И кондулит проведем немножко странным путем. Но так, чтобы его не было видно. Скелетик, только не умирай там. Мне нужно тебя сожрать. Мне нужен от тебя опыт. Так, это мало. Куайт Клирг Глэс. Давайте сделаем, наверное, еще. У меня есть Куайт Клирг Глэс. И еще есть такие штуки. Восьми-то мне хватит точно. Восемь штучек. Давайте поставим это дело вот сюда. И единственное, что тебе сразу надо сказать, что ты работаешь постоянно. Ой, у меня разрядилась моя дрелька. Экстракт. Always active. Здесь, правда, опять сейчас будут мороки с давлением. Я думаю, что тоже как-нибудь переживем. Ать. Эй. Где мой Йота? Йота Рэнч. Ать. Ура. Соединилась. Так, и теперь сюда мы поставим, соответственно, вот такой камушек. И сюда поставим пока что три наших блока. Вот. Здесь можно будет сливать свой опыт. Весьма себе удачно. А вот здесь его можно будет набирать. Уже два скелета. А почему вы не двигаетесь? Потому что, наверное, я не включил вентиляторы. И котик. И меня сносит. Прямо на факел. Здесь нужно поставить какой-нибудь блок, чтобы меня не сносило на факел. Да ладно, что? Два блока вверх? Не может быть. Ой, котик. Что делать с котиками? Нужно чем-то перекрыть. Чем-то перекрыть выход котиком. Вот. Когда-нибудь этим будет заниматься киллер Джо. Пока этим занимаюсь я. Ну, кстати, сердечки тоже неплохо. И дроп сюда идет. Господи, я сделал ручной спаунер. Я совсем испортился в своих командировках. Хе-хе-хе. Ладно, давайте я немножко поубиваю всяких вот этих вот скелетов. И мы с вами увидимся. Да что же в последнее время такое случилось? Я начал заигрываться. Мы опять с вами записали уже 37 минут. О, с вами был Звезка Хэт. Надеюсь, что вам понравилось. Простите меня, пожалуйста, за длинную серию. Увидимся в следующий раз. До новых встреч. И счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok